Я какое-то время жил в одном юго-западном штате и работал вместе с судмедэкспертами. У меня для вас три истории. Тромб. Мужика нашли мёртвым у него дома. Он был полностью голый, на полу везде следы от воды. На теле никаких признаков, что он ударился головой или ещё чем. Единственное, что было странно, у него в морозилке лежало несколько замороженных шариков с водой. А на кухонном столе, наряду с открытой бутылкой острого соуса и маслом чайного дерева, парочка уже оттаивших. Когда его обнаружили, его тело уже разбухало. Как выяснилось позже, челик брал соус или масло, обмазывал им шарики, а затем запихивал их в прямую кишку и кайфовал. Ну и скончался он из-за тромба, возникшего от повреждения слизистой. История номер два. Постараюсь покороче. Чувак переехал себя на собственной машине. Выехал куда-то на плату, прицепил себя к багажнику БДСМ крюками и замутил так, что тачка наматывала небольшие круги и тащила его за собой. К несчастью, в какой-то момент оказался перед машиной и не успел отскочить. Найдено тело мужчины на заднем дворе его же дома. В руке пистолет в голове ранения от огнестрела под странным углом и небольшая царапина. Подозрение сразу пало на жену, тем более, что ее нигде не было. Все думали, что она его чем-то шибанула, потом пристрелила и сдриснула куда подальше. Но потом она все же нашлась и заявила, что он пристрелил себя сам. По ее словам, они разругались и во время ссоры он достал свой ствол, а потом пошел на задний двор выпустить пар. Пока успокаивался, решил почесать репу пистолетом и случайно выстрелил. Найденная на месте кожная ткань подтверждала ее слова. А также была объяснением, почему выстрел случился под таким странным углом. Когда у нее спросили, почему она не позвонила в полицию, она ответила, «Я к этому дерьму не хотел иметь никакого отношения». Блин, этот кретин застрелился, почесывая свою башку чертовой пушкой. Мой двоюродный брат, будучи подростком, точно так же шмальнул себя из пневмата. Шел передо мной по какой-то грязи с пневматом на плече. Потом что-то решил почесать им макушку и, видимо, случайно нажал на курок. Пуля застряла между черепом и кожей. Вынимать ее пришлось хирургическим путем.